Музыка Прежде чем приступить к подготовке стрелков к практическим стрельбам, стрелки должны научиться быстро и хорошо заряжать оружие. Сейчас мы вам продемонстрируем приемы заряжания оружия стоя, но эти приемы заряжания, они могут отрабатываться также и при принятии положений для стрельбы, как с колена, лежа, стоя и других производных положений для стрельбы. Прежде чем приступить к заряжанию, инструктор или командир должен проверить, как лежат магазины в подсумке. Обратите внимание, магазин должен лежать выпуклой стороной вперед. Тогда, когда стрелок достает его правой рукой, он у него, получается, хват магазина тот, который необходим для присоединения его к ствольной коробке автомата, и не нужно лишних действий. По команде, заряжай медленно, извлечь магазин, присоединить к ствольной коробке. Отделить магазин от ствольной коробки. Уложить. А теперь в среднем темпе все вместе. Заряжай. Отделить. И до конца, уже, чтобы выполнить полностью прием заряжания, нужно будет выключить предохранитель, установив его предварительно на необходимый тип ведения огня очередями или одиночными выстрелами, отвести затворную раму назад и отпустить ее, не сопровождая. В целом, медленно, заряжай. Разряжай. Неправильно. Ошибка. Это уже выстрел было бы. Отделить магазин. Проверить наличие патрона в патроннике, сделать контрольный спуск, включить предохранитель. Итак, снова повторим. То же самое, пожалуйста, без ошибок. Заряжай. Разряжай. Отделить магазин. Неправильно. Опять ошибка. Еще раз повторяю. По команде разряжай. Отделить магазин. Проверить наличие патронов в патроннике. И только после этого сделать контрольный спуск. Вы делаете контрольный спуск, прежде чем отделили магазин. То есть проверили наличие патронов в патроннике. Это приводит к плачевным последствиям. Еще раз. Без ошибок. Заряжай. Разряжай. Отделить магазин. Проверить наличие патрона. Контрольный спуск. Предохранитель. Продолжение следует. Продолжение следует.